Сейчас мы покажем по-быстрому, что мы купили на Новый Год. Так, короче, мы отдали 10 тысяч на это все дело, привезли прямо к дому. Мы купили туалетную бумагу папе, мы всегда ее покупаем, несколько слоев в запас. Народу будет очень много, Новый Год, очень много кушаем, соответственно. Вдруг что-то пойдет не так. Вдруг что-то пойдет. На всякие случаи. Вот такая вот сельскость. Дальше Оля взяла, наверное, поблизости будет. Оля, короче, взяла специально, чтобы где-то помазать на хлеб, сделать какие-то бутеры, салаты, что-то. Вот это у нас маскарпоне, итальянская, нежные, гастрономические маскарпоне. Вот, 250 грамм. Да, самое важное, что здесь нет пальмового масла, консервантов и глины. Вот такой маскарпоне, это когда вот внутри такие шарики. Еще одна моцарелла. Одна безлактозная, другая лактозная. Вот такая штука. Потом взяли хорошее масло, 82%, фирма Президент. Три пачки. Да, три пачки. И оно более-менее похоже на масло. Так, дальше поехали. Что у нас еще? Также взяли сыр, килограмм ламблер. Он был как раз со скидочкой. И думаю, что по сроку годности... Но они должны смотреть. Да. Ну, короче, ладно. Не дели там. Капошица. Как этот, смотрели недавно Павел Волев, комедий-клаб угорает. Ну, типа на Новый год пошел закупаться. И можете посмотреть там. И один из там приколов, что жена говорит, всегда смотри срок годности. И я, говорит, стою вот три часа тут, смотрю срок годности. Где бы найти, да? Да, и где бы эту фигню найти. Вот вечная, реально проблема какая-то. Где вот? А еще найдешь, а там написано только даты изготовления. Да, даты изготовления. Он говорит, зачем мне даты изготовления? Просто напишите, когда этот продукт сдохнет. Вот я до этой даты буду кушать. Потом, нет, вот большими буквами, все. Хана этому продукту такого-то числа. Все. А когда там изготавливали? Какая разница? День рождения, говорят, не будем отмечать. Да, день рождения же, да, Гидланд. Не будем этого продукта отмечать. Взяли вот такую вот бастурму. Вот. Взяли несколько штук, но почему-то нам... Не было там. Да, может быть там еще один вариант есть? Нет, нет, нет. Нету. В общем, мясной продукт, бастурма, это армянская... Мясная, мясной продукт, короче, из говядины, сырая, вяленая, охлаждебная. Офигенная штука тоже к столу. Это все дело. Дальше мы взяли еще гречку. Также взяли такую штуку. Рис для суши. Да, это... С Милану хочется рис. Сахар тростниковый. Тут вот сразу несколько пачек. Мне вот нравится именно вот такой тростниковый коричневого цвета сахар. Так. Дальше погнали. Сметана. Мы частенько показываем. Тоже сметана, вот президент. Самая вкусная сметана. Оля взяла еще снежный краб. Вот. Меридиан. Вот такой вот. Крабовые палочки. Ну, тоже для салата. Но это не палочки, это крабовое мясо. Да. А, нет, палочки. Да. Вот, крабовые палочки. Ну, ладно, один раз можно. Вот такая штука. Потом, ого, новый какой-то. Мадзун. На русском это мацони. Вот. Долголетие. Прикольно. Баночка такая прям. Мадзун это армянский продукт. Молочное. Что-то типа между сметаной, с сыворотками всякими. Мне надо. И мы сделаем чуть-чуть долму армянскую и будем добавлять вот этот мадзун. Потому что нормальная долма с нормальным настоящим вот таким мадзуном из чесноков. Мне кажется, Алина с азаматом у нас еще не пробовали долму, да? А я в тот раз Алина не помню. Нет, мы вот сделаем сметану еще, короче. Так, дальше. Милана, забирай сразу. Вот эти штуки. Ватные диски. Ватные диски. И конец. Крем для рук. Натуральное мыло для рук и тело. Удобно. Зачем мыло? Мы же не мыло хотели, а это. Натуральный крем хотели. Ну ладно, у нас так-то мыло. А вон крем я взяла как раз детский. Ну это так, короче. Мы хотели в ванну положить. Ну вот это положу в ванную. Натуральное мыло для рук и тела. А чуть-чуть не то. То ли они не то, то ли мы неправильно заказали. Нет, мне позвонили, сказали, что того аромата нету. И предлагают другой аромат какой-то там. Но это уже не крем, а мыло, да? Чуть-чуть перепутали, но ничего страшного. Ничего страшного. Может быть мне сказали, может я не расслышала. Ну короче, это мы поставим в ванну. Красивый флакон, да? Такой стильный. Нормально. Так. Дальше. Яички. Да, яиц не было тех, которые я люблю. Но есть вот такие. И про Авдон что-то нам писали, что там антибиотики. У нас кроме Авдона не найдешь никакие другие яйца. Так что будем кушать то, что есть. Так же, Оля взяла тарталетки. Маленькие. Песочного теста. Ну, если кто не знает, это типа корзиночки. Это все знают. Туда можно всякие штуки добавлять и получается к шведскому столу. Очень удобно. Закуска такая. На картинке, кстати, маленько выглядит, когда заказываешь. А в живую это здоровенная коробка. Да. Потом взяли еще яйца перепелиные. Яйцо перепелиное. Вот такое. Разные, да? Прикольные, но смешные такие. А этот, такие крупные, достаточно для перепелиных воду. Ну, да. Бывает меньше. Это психанула перепелка. Перепила перепелка. Перепила перепелка к Новому году. И взяли еще вот такой офигенный чаек. Называется Ньюбай. Достаточно дорогая тема. Около что-то. 900 рублей. Тысяча рубликов. Просто хотели нормальный, настоящий чаек. Посмотрим, что тут такое сразу. Так, как-то открывается тут. По-крутому. Вроде так, да? Вот, смотри. Что делать-то дальше? Ну, наверное, на себя тянуть. Вот по вот этим вот надо разорвать. Пунктирная линия. А, вот. Коробочка такая красивая, да? Сейчас хочу посмотреть. Что за чаек там такой. Пакетики, конечно, что-то я это. Нет, ну вот смотри. Чуть-чуть насчет пакета я разочарован. Ну, говорят, что вот эти пакетики, как бы, ну, тоже разное качество у них есть. Ну, да. Ну, вот это вот приятный пакетик, такой гладкий. Есть, который прям как будто там такие заноски или что там. Смотря какое качество этого, самого чая. Короче, суть какая. Мы хотели, чтобы прям чай был реально вкусный. Посмотрим, конечно, его заварим. Дадим оценочку. Но я, конечно, ожидал такие треугольники, чтобы там были более как-то эксклюзивные и цивильные для... Вот сейчас давай покажу быстро. Вот, например, другой чай, который мы покупаем. Вот, например. Берете вот такой чай. Тут сразу даже пакетик ощущается. Совсем другая тема. Вот, смотрите, какой пакет. Ну, это все как бы не эко. Вот это как раз больше эко чем-то. Ну, не знаю, вот это тоже из чего состоит. И что выделяют при горячем, как пластиковые стаканы. Может, все лучше. Ну, по мне, так лучше меня вот так обманули, чем вот так. Нет, не согласна. Ладно. В общем, у нас будет вот такой вот чаек. Посмотрим, заварим чуть-чуть попозже. Или тут есть вот, здесь есть. Заварить? Да, давай сразу уж. Просто начали. Потому что больше нету продуктов, показывать. Да, посмотрим, насколько это прикольно. Нет, ты поближе. Чего вычереть? Да. Ну, тут разницу видно, знаете, в чем? Сразу. Если заварить, например, обычный, подешевле чай, У нас один пакетик там есть. Он сразу этот дает. Такую краску прям мощную. А у этого приятный такой цвет, да? У этого приятный цвет, да. Значит, красителей не так много. Сейчас я покажу вам другую. Другой чай. Вот сейчас, ради интереса. Где там пакеты? Вот в этой штучке отгрозь. Отгрозь в синий. Да, да, синяя. Вот, бери. Что, брат? А, что-то спрятали прям пакет куда-то. А это у нас Гринфилд. Ну, тоже не дешево, кстати. Уже упаковка 500 рублей стоит. И вот сейчас мы его заварим, посмотрим. Также нальем. Тут чуть больше меня, конечно. Тут какой-то цвет другой, да? Смотри, он какой-то. Такой приятно красный. Такой богатый. Богатый цвет прям. Ну-ка, снизу видно, нет? Да. Прозрачность. Он такой более богатый цвет, реально. Ну, сейчас вот это покрасьте, конечно. Так. Посмотрим. Тестируем. Он цвет очень яркий. Так, пакетчики. Так прям сходу, конечно, не отличишь, но тут пакет чуть-чуть другой. Посмотри, здесь как мука, вон там внутри, а здесь получается немножечко структурить. Есть чуть больше, да, более крупный чай. Там совсем этот порошок. Камера вообще, конечно, нет. Ну, сейчас. Ну, вкусный чай, да? Ну, Энгар черный так особо не пьет. Отличается очень этот горький, а этот такой чайный. Вот просто попробуй ради интереса. Давай вот ложечки только попробуй, потому что так меня еще тяжеленно. Идите, попробуйте. Ну, да, ну вот, просто ради интереса. Попробуй, давай. Это наше, значит. Не-не, сначала попробуй вот этот. Не-не, ложечка, ложечка, попробуй. Запутали. Подуй, подуй, горячее очень. Давай. Горький фибец. Да? Ну-ка, это? Так это этот. О, он еще и кислинкий, как бы, да? Лемон там есть. Дай мне. Ну, сейчас я второй буду. Ну, просто вот. Какой вкусней? Ну, вообще, если горько-чеснокочное, как чай, это вот это будет. Прям по-настоящему чай. Который вот этот. Нет, вкусней какой? По-чесноку этот горький, прям горький, а этот мягкий. Но здесь больше вода, чем чай. Как будто я просто воду пью чуть-чуть. А это? А это прям вкус чая, вот этот горечь. Вот этот новый чай, дорогой. Я хочу сказать, здесь для меня приятная горечь, да, а здесь для меня неприятная горечь. То есть здесь можно без сахара как-то попить там, да? А там невозможно без сахара. Я вот этот чай, когда просто в черный вот так вот макаю, меня начинает тошнить. Вообще мне... Я после вот этого... Да, черного чая с утра еще не кушал, начинает подташнивать, да? А когда вообще дешманский чай наливают в пакетик какой-нибудь, нури, нури, нури. Есть же вот эти чаи? Они вообще прям вот конкретно, знаете, болеводные. Я бы предпочел вообще просто кипяток пить. Тут горечь, кстати, он в конце, потом смягчается какой-то кислинкой. Вот в этом новом. Да, вот здесь. Но вот это можно заваривать на целый чайник. Для меня это крепко получается. Да, не на стакан, а на целый чайник. Мы для этого и купили, что на целый чайник заваривается. Вот этот вот. А ты сахар добавляешь же, да? Нет, здесь сахара нету, чисто для вкуса. Но здесь вот нету такого сильного горечи, которая тошнотная горечь, да? Сильного нету, да. Но есть именно самый вкус. Здесь приятная горечь такая вот чайная, а здесь тошнотная горечка. Прям вот реально. Это потому что краска какая-то. Ну да, я постоянно кислинку какой-то чайник в конце. Вот зачем кислинка чуть-чуть горьковатая, а потом уже вот... Ну, в общем, все на этом. Ничего себе тут уже разошлась это. Тут буквально прошел, блин, часик. Посмотрите, как у нас уже тесто поднялось для пиццы. Это все пицца у нас будет? Да, это пицца. Здесь у нас хлеб поднимается. Здесь у нас фокаччо поднимается. Все. И теперь мы это все дело убираем и будем обедать.